Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, цель приезда своего сегодня на территорию аэропорта. Как обстановка? Как режим тишины? Я не могу констатировать следующий факт, что украинская сторона, к сожалению, никаких мирных задоренностей, наверное, не знает. Непрерывный обстрел, продолжаются атаки города Донецка. Сегодня вы на себе это ощутили, да? Ну, я ощутил это на своем городе. Для меня это намного страшнее, чем на себе. Скажите, а помощь бойцам здесь в аэропорту какая-либо оказывается? Поддержка? Все, что имеем, все, что возможно в нашей ситуации, бойцам все даем. К сожалению, хотелось бы дать больше. Всегда хочется дать больше того, чего нет. А как вообще ситуация сейчас обстоит с гуманитарной помощью? Основная проблема – это нехватка медикаментов. Причем медикаментов не хватает не только обычных, но и не хватает самых главных. Это для онкобольных, для диабетчиков. А что касается зимней экипировки бойцам? На 70% мы уже ее получили. Ожидаем сейчас гуманитарный груз, который позволит все подразделения надеть зимнюю форму. А что по поводу заявления, что из Песок и Авдеевки украинская армия должна уйти в ближайшее время? Можете как-то прокомментировать? Ну, смотрите, мы 19-го числа в Минске подписали меморандум о прекращении огня, дабы перевести из военного противостояния в мирное русло. К сожалению, не совсем это получается. А несколько дней назад была наконец-то для линии ОБСЕ разграничены коридоры и районы, которых они будут мониторить режим прекращения огня, то есть кто из нас стреляет. Это было сделано, извините, два дня назад, в память. Линии и районы определены. И в эти районы как раз попался слюнный пункт Пески, снятая лава, в котором уже находится миссия ОБСЕ, а не украинские войны. В Авдеевке там сложнее, они уж в Авдеевка попадают в эту линию, но в Авдеевка туда не попал. А как Вы относитесь к такому мнению, что украинская армия на данный момент ведет обстрелы, потому что не подчиняется командирам? Есть какая-то третья сторона, которая ведет бои. Давайте просто разберем ситуацию следующим образом. Смотрите, Национальная гвардия, войска МВД, Министерство обороны, СБУ, территориальные батальоны, частные военные компании. Это уже шесть разных командиров, по крайней мере. Многие из них радикально настроены, и поэтому приказ президента Петра Порошенко вряд ли будет выполнять. Вы это наблюдали своими глазами в течение определенного времени. Вы видите, огонь ведется постоянно, непрерывно. Не только по аэропорту, в котором находятся наши подразделения, они идут в огонь по частному сектору, по городу Донецку. Из этого может быть вывод, что они не подчиняются приказу президента Украины. А как Вы считаете, почему этот обстрел мирных кварталов города Донецка? Ну, в первую очередь, это психологическое воздействие на жителей. Во вторую, это разрушение инфраструктуры. Сами видите, стреляют по детским садикам, школам, по частному сектору, по газопроводам.